Андрей, я поздравляю с победой. Спасибо. Какие впечатления, скажи? В целом, как бы, готовились на всю дистанцию. Мы знали, что в целом соперник волевой, плюс очень опытный. Планировалось, что весь бой пройдет всю дистанцию. Были какие-то свои задумки в голове, что, может, стоит где-то побороться. Но в целом, план состоял в том, чтобы провести весь бой в стойке. Пересматривали все бои, как бы, конкретно под соперника готовились. То есть видели, что опускает руки, было ясно, что попадем. Но не было понятно по его держалке, как бы, выдержит он где-то, удар не выдержит. Но по итогу все закончилось очень хорошо для нас. Несмотря на то, что сам допускал где-то ошибки, это будем по ходу исправлять. Где-то было, летел. А так, в целом, как бы, все ожидания от боя, которые были, все превзошли. Все отлично. Что-нибудь со стороны показалось, может, я немножко ошибаюсь, что вначале я пропустил где-то в размене и подзавелся, да, и пошел его наказывать. Не могу сказать, что я где-то пропустил так, что у меня там где-то ноги подкосились или что-то в этом плане. Было, да, где-то там попал, где-то насквозь попал, где-то еще что-то. Но это только больше задавало вот этого вот темпа, понимая то, что ага, я пропустил, я пропустил там один балл, нужно этот балл сейчас отработать. И вот постоянно, потом со временем плюс еще начал видеть то, что начинает сбавлять темп. Видно то, что он начинает дышать, раза два попал. Было видно то, что он сам по себе, у него где-то ноги подкосились, взгляд стал подсверенный. Ну и стали уже дожимать. Доволен, что удалось нокаутом закончить бой? Да, конечно, как бы всю дистанцию, как бы не готовились, неизвестно, что бы дальше пошло. Я говорю, соперник довольно опытный, как бы и по возрасту это видно, и в целом, сколько он выступает, сколько я в конкретно дисциплине там ММА. Ну, часто спрашивают, кого хотел бы поблагодарить. Поблагодарить всех просто. Тех, кто организовали этот турнир, позвали сюда подраться. Поблагодарить соперника за то, что он вышел на этот бой. В целом, как бы, это, наверное, можно сказать, что не на полном уведомлении. Буквально там за месяц, как бы, предложили ему со мной подраться. Хотя я готовился уже с февраля. У меня там соперники эти менялись только так. Поблагодарить однозначно своего тренера, свою команду. Они проделали просто колоссальную работу со мной. Поблагодарить всех своих родных за поддержку, за все, что они мне дают. Твоё мнение тренера по секунданту, по бою Романа, что не получилось, вроде нормально всё начиналось. На самом деле, то, что мы планировали и делали, просто Рома немножко в какой-то момент почувствовал, что он навыше соперника на голову и начал заигрываться. Пустил руку, пропустил просто, ну, пропустил. У нас, как говорится, в спорте так бывает, пропустил, заигрался, заигрался и съел. То есть проблема где-то психология, да? Где-то психология, да, и просто поверил в себя больше, чем надо было их подоконно, на самом деле, нарабатывать, как мы планировали. Он всё это делал, но в какой-то момент, я ещё раз повторюсь, он просто почувствовал, что переиграет соперника и пошёл вперёд, где-то застоялся, отпустил ручку. Вот, наш результат. Момент был там первый нокдаун, да? Да. Казалось просто, на него, ну, если думаешь выигрывать, как-то собираешься, ну, и буквально сразу же второй. Ну, был первый плотный нокдаун, и на второй нокдаун, на самом деле, вот, когда подняли Рома и соперника, чуть-чуть не восстановился, и пошёл опять назад, как уже плывя, и он просто его толкнул, но здесь, как бы, без вариантов. Рома такой молодой боец, да? Совет, как вот от таких поражений отходить? Ну, сейчас, на самом деле, первое, это просто поехать домой, принять душ, отдохнуть, поговорить, просто посмотреть телевизор, а завтра будет уже день, и с ним опять же созвонимся и будем разговаривать, как это было, как, что, какие дальнейшие планы, ну, в первую очередь, это отдых, да. Обычно такое, спортсмены не очень любят, но, думаешь, если был бы второй бой этих же ребят, какой был бы результат? Ну, если бы был, на самом деле, результат, ну, тут и однозначно, Рома сейчас тоже вел, и я опять же скажу, что Рома во втором тоже, ну, выиграл, но это надо готовить, ну, чувствовать соперников, просто не заигрываться, на самом деле. Просто хладнокровие, должно быть хладнокровие, когда попадаешь, должно быть хладнокровие, я думаю, что если будет второй бой, Рома в сто процентов его переиграет. Ну, хладнокровие, наверное, на топы-то уже зависит, да? Хладнокровие, это топы-то, да, но всегда хочется, когда ты попадаешь в партнера, соперника, ты хочешь это нарастить, на самом деле, да, и это играет в злую шутку. Понятно, спасибо, надеяться, дальше будет лучше.